Здравствуйте, меня зовут Елена, я основатель онлайн-школы English for Me, и в этом видео мы продолжим говорить о проблемах произношения. Уже есть целый плейлист, в котором вы можете посмотреть различные распространенные ошибки, которые заставляют вас звучать, ну, как минимум, не то, чтобы даже не носить языка, а вообще неразборчиво на английском языке. Сегодня я расскажу вам об ошибке, которая часто встречается. Это не целое правило, это просто частная ошибка, которую, если вы исправите, вас будут понимать лучше. Когда вы говорите глагол «to be» в прошлом времени, например, «we were», очень часто я слышу, что люди говорят «почему-то вы were», то есть пишут правильно, «we were» – это «bar», «yes, right», да, то есть «we were» – это «bar», нужно говорить «we were», здесь «вук» будет как будто бы «е», а вы говорите «we were», что значит «we were», «we were», значит «мы носим». «We were jeans», например, «everyday», «я», то есть разница в звучании в английском вообще достаточно понятно, когда у нас есть две буквы, мы должны тянуть этот звук, как будто бы здесь реально две буквы, то есть на каждую букву у нас как бы дается такт, как будто бы в музыке, поэтому язык достаточно музыкальный, те, кто обладает хорошим слухом, не обязательно там музыкальный, но просто хорошо на слух воспринимает любую речь, там, музыку, все что угодно. Они быстро очень понимают разницу между «we were» и «we were», не только в произношении звуков, но еще и в том, насколько мы тянем эти гласные. То есть, когда мы говорим слово, например, «years», мы не то, что произносим каждую букву отдельно, у нас один звук, они как бы сливаются в один звук, но тянем мы их намного дольше, чем слово «years», уши, да, потому что здесь всего две буквы. Это нужно всегда учитывать, то есть на каждую букву у нас как бы идет такой такт времени, поэтому здесь мы говорим «where» длиннее, а здесь мы говорим «where», мы очень коротко это произносим. Здесь «и» стоит на конце для того, чтобы «are» читалось, и для того, чтобы «и» читалось таким образом, поэтому «where», а здесь это получается закрытый слог, потому что две гласные идут подряд, и уже немножко меняется произношение букв, они не произносятся так, как они произносятся в алфавите, поэтому получается «where». А еще часто слово путается с ними «where», здесь будет тянуться немножко другая часть, здесь будет тянуться «w», потому что «w» здесь вместе с «th», и мы тянем не «э», а тянем «w». Мы говорим «where». Вот эта часть короткая, а вот эта часть длинная. Разница «we were», «we were», «where». Это такая достаточно простая вещь для того, чтобы исправить, но когда вы это поймете, здесь вы понимаете несколько фундаментальных вещей, которые помогут вам правильно произносить, и другие слова. Это то, что на каждую букву у нас дается такт. И даже если буквы превращаются в один и тот же звук, например, «bot», вторая форма от глагола «by», «by», «bot», «bot». Мы вроде как видим, что здесь букв-то много, и некоторые пытаются их читать, естественно, это неправильно. Вот это вот все превращается в звук «от», просто «bot». но мы будем тянуть намного длиннее например есть у нас слово лодка болт она короче еще бы немножко изменяется такой и делаем кругу да все внос уходит здесь просто болт нужно понимать что количество букв влияет на длину вашего слова как вы будете произносить и не знаю что эти буквы все не читаются как отдельные буквы они каждый занимает как бы для себя так времени ураль это вот на такое очень важное правило в принципе для английского языка и для того чтобы его произносить так как это делать носитель языка часто вы слышите есть там американец до что-то произносит он договорит он его угол и вообще не понятно что он говорит это с по буквам вообще не разобрать но потому как долго он тянет какие-то звуки так далее я понимаю что это вот есть они и из я в звуках может тратиться очень маленькая а в длине слова мне уже ощутимо что это два разных слов вот применяйте это ну естественно в в различаете что-то разные слова и произносить их правильно желаю вам успеха и до встречи все баааа